Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». На нашем огромном шестиярусном складе 200000 запчастей, которые ждут вас. Помните, что в компании «АвтоСтронг-М» быстрая доставка, отличный сервис и сладкие цены. Прямо сейчас мы продолжим полюбившуюся вам рубрику рассказа об устройстве запчастей. Итак, сегодня мы поговорим о клапанах EGR. О клапанах EGR было рассказано многое, но далеко не все. Сегодня мы расскажем о трех существующих видов клапанов EGR, также расскажем об их особенностях и о диагностике. Многие владельцы считают, что система EGR признана для того, чтобы портить им жизнь и снижать ресурс двигателя. Но это далеко не так. Сейчас о всем подробно. Итак, система EGR Exhaust Gas Recirculation – рециркуляция отработавших газов служит для перенаправления отработавших газов во впускной коллектор. У отработавших газов в составе нет ни окислителя, то есть кислорода, ни топлива. То есть в горении отработавшие газы никак не участвуют. То есть они просто занимают в цилиндрах свободное место. В первую очередь на дизельном двигателе, который способен работать на очень бедной топливо-воздушной смеси, отработавшие газы занимают место воздуха. Меньше воздуха, значит меньше кислорода, значит меньше очагов горения. Ведь кислород не только окисляет топливо, но и при больших температурах примерно 1370 градусов соединяется с азотом, с образованием вредных оксидов. Вообще инертные отработавшие газы впитывают в себя тепло и тем самым снижают температуру в камере сгорания. Роль системы EGR в бензиновых двигателях практически такая же. То есть снизить температуру в камерах сгорания и снизить долю кислорода. Но бензиновый двигатель способен работать только на стихиометрической смеси, то есть смеси, в которой количество воздуха ровно столько же, сколько нужно для окисления бензина. Поэтому объему рециркуляции отработавших газов на бензине не такие большие как на дизеле, где горение фактически регулируется подачей топлива. То есть кислород там не так важен. Доля отработавших газов в камерах сгорания 3-10%. Также система EGR способна на несколько процентов улучшить экономичность двигателя. Так как присутствие отработавших газов в камерах сгорания снижает расход воздуха, значит экономится и топливо. То есть отработавшие газы помогают готовить и сжигать чуть меньше стихиометрической смеси. Часто можно услышать, что система EGR повторно направляет цилиндры газа для дожигания топлива. Это полный бред. Ни в одном бензиновом двигателе никакое дополнительное топливо не сгорит, потому что для этого надо увеличить подачу воздуха. Ни одна система управления бензинового двигателя не учитывает дополнительные порции этого мифического топлива. Хотя, например, добавление паров топлива из адсорбера системы вентиляции бака ЭБУ учитывает. В дизельных двигателях, если какая-то часть топлива не сгорает, то мгновенно разлагается на углерод и оксиды в результате пиролиза. Пиролиз – это термическое разложение соединений в отсутствии кислорода. То есть черный дым из трубы дизеля – это не несгоревшее топливо, это сажа углерод как таковой. Итак, любой клапан предназначен для регулирования потока чего-либо путем закрытия, перекрытия, открытия трубопровода либо же какого-нибудь канала. Клапан EGR предназначен для регулирования потока отработавших газов во впускной трак двигателя внутреннего сгорания. Механическая часть клапана EGR обычно представляет собой шток с тарельчатым либо игольчатым клапаном, при открытии которого проходят отработавшие газы. Привод штока клапана EGR отвечают механизмы трех видов. Первые клапаны EGR были с пневматическим либо же вакуумным приводом. То есть шток приводится диафрагмой, на которую оказывается усилие от разрежения. Самые ранние варианты таких клапанов были самоуправляемыми. То есть разрежение в впускном коллекторе по трубкам воздействовало на диафрагму. Таким образом могло учитываться давление в выпускном коллекторе. Самые ранние системы нередко имели возможность диагностики самоконтроля при помощи датчика дифференциального давления, который реагировал на проходящие отработавшие газы. Позже производители начали снабжать такие клапаны потенциометром. На следующем этапе эволюции системы EGR клапан перешел под управление электровакуумного клапана. Вот это электровакуумный клапан N18 с вак. В этом клапане есть электромагнитная катушка, которая перемещает шток клапана, который включен в вакуумную систему. Конструктивно клапан EGR с диафрагмой практически не имеет обратной связи. Но некоторые производители предусмотрели способы самодиагностики у системы рециркуляции. О том, поступают ли газы во впуск, нам скажет датчик абсолютного давления либо же датчик массового расхода воздуха. А на бензиновом двигателе также датчик абсолютного давления может зафиксировать несоответствие расходного давления моего впускного коллектора, а датчик массового расхода воздуха может зафиксировать несоответствие реального расхода воздуха, заданного. Таким образом, наличие либо отсутствие отработавший газ во впускном коллекторе влияет на давление и расход воздуха. В целом такая система управления клапаном EGR не отличается особой точностью, поэтому двигатели Euro 3 и выше уже были снабжены более послушными клапанами. Данные клапаны в основном нуждаются только в чистке. Разрушение самой диафрагмы крайне редко. Иногда сбои случаются из-за подклинивания штока в управляющем электровакуумном клапане. Следующий этап развития – это клапан EGR с шаговым электромотором. В шаговом электромоторе есть шток, который давит на шток клапана и, соответственно, его открывает. Вот этот шток управляется ЭБУ, поэтому очень точно открывает шток клапана. Распознать клапаны EGR с шаговым электромотором можно по наличию шестью пинов в его разъеме. Вот смотрите, у нас четыре совершенно разных клапана EGR с разных автомобилей, но у них абсолютно идентичные разъемы. Даже похожи корпуса шаговых электромоторов. Они практически одинаковые, отличаются только размером. Два плюса на обмотке и четыре минуса для управления шаговым электромотором. У этого клапана есть очень интересная особенность – отсутствие обратной связи по его положению. При включении зажигания ЭБУ инициирует этот мотор и задает начальное положение. И от этого положения ЭБУ и отсчитывает шаги по открытию этого клапана. Но на практике в случае подклинивания клапана блок управления очень легко может принять за нулевое положение открытый клапан. И по системе никаких ошибок не будет. В этом случае положение открытого клапана можно только увидеть по последствиям этой неполадки. То есть по недостаточному разряжению во впускном коллекторе, низкому расходу воздуха по отрицательной коррекции топливной смеси. Как правило, питание на такой клапан подается по двум центральным проводам – пинам. Соответственно, при включении двигателя на них будет напряжение. Обмотки шагового электродвигателя можно проверить по сопротивлению. Для этого сопротивление нужно мерить между центральным пинам и соседним пинам. В зависимости от производителя номинальное значение варьируется. Например, на некоторых это значение 20-24 Ом, а на некоторых 10-16 Ом. Вообще сопротивление обмоток должно быть одинаковым. Ну а теперь самый удобный и совершенный привод клапана EGR электромагнитом или электромотором при наличии датчика положения самого клапана. И что клапана приводится непосредственно редуктором. Распознать такой клапан EGR можно по пяти пинам в его разъеме. Два пина на питание электромотора и электромагнита. Два пина на питание самого датчика и один пин на сигнал с датчика положения. Но вот смотрите, на нашем огромном складе мы нашли вот такой клапан EGR с электромотором, в разъеме которого всего два пина на электромотор. То есть потенциометра здесь нет. Этот клапан стоял на Vectra C с двигателем 1.9 CDTI. С диагностикой таких электромоторов не все так просто. Вот в таких разъемах нижние пины питают электромотор, верхние – потенциометр. Есть еще вот такие горизонтальные разъемы. Питание электромотора можно вычислить по двум проводам большего сечения. Остальные питают потенциометр. В чем сложность? Надо знать точное сопротивление обмотки электромотора. Для Peerburg это 4 кОм плюс-минус 40%. А вот в таких горизонтальных без справочника не разберешься, как подключен потенциометр и какие номиналы должны быть. Вот в принципе и все, что мы вам хотели рассказать о клапанах EGR, об их устройстве и диагностике. Симптомы заклинивших клапанов EGR вы и так прекрасно знаете, если смотрите постоянно наши выпуски. Напомним, это Check Engine, но, как сегодня выяснилось, не во всех случаях. Дизельный двигатель дымит черным дымом из выхлопной трубы. Бензиновый двигатель плохо работает на холостом ходу. Также двигатель может не заводиться, либо же заводится с нажатой педалью акселератора. Мы надеемся, вам сегодня понравился наш LeakBest. Поэтому накидайте в комментариях еще тем, которые бы вы хотели увидеть именно на нашем канале. Обязательно подпишитесь на канал, заходите в наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».